Издательство «Эксмо» Энтони Уильям Взгляд внутрь болезни Все секреты хронических и таинственных заболеваний И эффективные способы их полного исцеления Моя история начинается с 4-х летнего возраста Проснувшись в воскресное утро, я слышу голос старика Слышу над правым ухом Голос совершенно отчетлив Он говорит «Я высочайший дух Нет духа выше меня, кроме Бога Я смущен и встревожен Кто это в моей комнате? Я открываю глаза, озираюсь вокруг, но не вижу никого Наверное, это говорят люди снаружи или играет радио, думаю я Я встаю с постели и иду к окну Там безлюдно, раннее утро У меня нет ни малейшего понятия, что, собственно говоря, творится Да и сам я не уверен, что хочу это знать Я сбегаю по лестнице вниз к родителям С ними я в безопасности Я ничего не говорю им про голос Но весь день меня не оставляет тревожное чувство За мной следят Вечером я взбираюсь на стул за обеденным столом Родители, дедушки, бабушки, родственники Все в сборе Мы начинаем есть И вдруг я вижу незнакомца за бабушкиной спиной У него седые волосы, седая борода, коричневая сутана Похоже, он друг семьи и пришел на ужин Но он не садится за стол Нет, он стоит за спиной бабушки и смотрит только на меня Никто из членов семьи не замечает странного незнакомца И постепенно я понимаю, что вижу его только я Я отвожу взгляд в надежде, что он исчез Смотрю обратно, а он стоит там и не сводит с меня глаз Его губы не шевелятся, но я слышу его голос над правым ухом Тот же голос я слышал, вставая с постели На этот раз он спокойно говорит Я пришел за тобой Я перестаю есть Что с тобой? Спрашивает мама Ты не голоден? Я не отвечаю, а просто смотрю на старика Он поднимает правую руку Приветственно машет мне И зовет подойти к бабушке Испытывая непреодолимое желание подчиниться его воле Я слезаю со стула и иду к бабушке Она ест Он берет меня за руку и кладет на бабушкину грудь Бабушка отшатывается назад в испуге Что ты делаешь? Старик смотрит на меня Скажи рак легких Я в замешательстве Ведь я даже не знаю, что такое рак легких Я пытаюсь сказать, но получается только невнятное бормотание Попробуем еще разок Говорит он Рак Рак, говорю я Легких Легких, повторяю я Теперь вся семья уставилась на меня Я неотрывно смотрю на старика Теперь скажи У бабушки рак легких У бабушки рак легких Говорю я Я слышу, как вилка со звоном падает на пол Седоласый старик убирает мою руку с бабушкиной груди Затем он поворачивается И начинает медленно взбираться вверх По невидимой лестнице Он оглядывается и говорит Ты будешь всегда меня слышать Но может случиться так Что ты никогда меня не увидишь Но ты не волнуйся Он продолжает взбираться вверх Пока не поднимается к самому потолку моего дома И теперь уже точно исчезает Бабушка уставилась на меня Ты это сказал или мне послышалось? За столом начинается паника Впрочем, по ряду причин Никто не придает значения случившемуся Мы все знаем, что бабушка в добром здравии Она никогда не жалуется на недомогание И никогда не бывает у врачей На следующее утро я просыпаюсь И опять слышу тот же голос Я высочайший дух Нет духа выше меня, кроме Бога Как и в прошлое утро Я озираюсь, но не вижу никого С тех пор я слышу этот голос каждое утро Между тем, бабушка глубоко потрясена моими словами Она хорошо себя чувствует Но все равно записывается на полное обследование Через несколько недель она идет к врачу И на рентгенограмме обнаруживается рак легких Редактор субтитров А.Семкин